Мэрия отметила День молодежи. Отмечали на Дерибасовской прямо в городском саду. В знаменитой ротонде были установлены динамики и благодаря очень громко звучащей музыке выходной день для обычных горожан, живущих рядом или просто гулявших в зеленой зоне, оказался безнадежно испорчен. Это тяжело слышать 10 секунд, а что говорить, когда внутри этого звукоизвлечения из динамиков пришлось пребывать 12 часов к ряду. Именно так выглядел организованной Одесской мэрией праздник ко Дню молодежи, не весь зачем, организованный в городском саду, который жители блистаящих домов могли не только наблюдать, но и буквально находиться внутри этого праздника жизни. Для всех тех, кто очень любит слушать техно-хаус Департамента образования Одесского городского совета сегодня с 9 утра и по сей момент устроил дискотеку. Кто сказал, что именно так очень шумно, невыносимо шумно должен проходить День молодежи? И не просто шумно, но и, как бы то сказать, не слишком пристойно. Уже с утра в ротонде под шумовые децибелы извивались полуголые красавицы. Ну да, какой же праздник молодежи без этого? Это в Акханале, какой-то шабаш непонятный. Я ничего против диджеев и пиджеев и пиджеек не имею. Но я считаю, что для всего должно быть свое место. То есть, если я хочу идти на дискотеку, хочу слушать очень громкую музыку, вчера была невероятно громкая музыка, я не могла общаться, даже находясь у себя в квартире. Я живу в городском саду, то есть я не слышала себя. А здесь вообще ничего не слышала. То есть, если я прихожу в городской сад, я не готова находиться на дискотеке в этот момент. Если я хочу пойти на дискотеку, я иду туда поздно вечером и без детей. Здесь помимо того, что находятся взрослые жители нашего города, здесь очень много приходит семей с детьми. Одесситы пытались выяснить у организаторов всего мероприятия, зачем и почему надо было проводить праздник именно в такой форме. По своей содержательности ответы были на уровне самого мероприятия. Куратор всех этих мероприятий, которая была здесь как гость, или как представитель власти, сказал, что ей все нравится. Дети у нее уже выросли, поэтому ей абсолютно все равно, кто это смотрит. Я говорю, а маленькие дети, которые здесь бегают, и беременные женщины. Они говорят, не мои проблемы. То есть, если им не нравится, то пускай уходят. То есть, концерт однозначно не для одесситов, ни в коем случае не для молодежи, потому что ни посылов, ни выводов, ни целей, ни идеи, то есть, в этом не было. Когда я спросила, и вы действительно считаете, спросила Елену Буйневич, я с ней общалась, и действительно ли она считает, что вот пиджейки в таком виде, и вот все вот это, вот это действительно формат нашего города, она сказала, да, ну да, девочек можно приодеть, сейчас мы их чем-то накроем. Один из организаторов площадки «Артбалкон», на котором в последнее время устраиваются публичные вечера с участием интересных людей, Влад Станков, говорит, то, что было устроено мэрией в минувшее воскресенье – настоящий плевок в сторону людей с таким трепетом и терпением, возрождающих горсат и летний театр, как открытые площадки для широкой публики. То, что произошло вчера, это не очень хорошая ситуация с точки зрения того, что отсутствие видения формата мероприятий для конкретной локации. Вот, допустим, мы в Горсаду проводили много и джазовых фестивалей, проводили фестиваль скрипичной музыки, с Юрой Кузнецовым много делали мероприятий, но и здесь, соответственно, публика и целевая аудитория. Ну, когда сюда… Да, и атмосфера. И это не мешало не бизнесу, а помогало, которые здесь, рестораторы и так далее. Но вчерашнее мероприятие, оно было как кость в горле, скажем так. Громко орущая музыка, диджей-сет, обнаженные девочки. А может, со вкусом у тех, кто этот самый вкус прививает подрастающему поколению что-то не так, из разряда «people have it»? Культурное пространство не предусматривает грохота и повышенных децибел. Дерибасовская, Гурсат, Летний театр – места, которые требуют к себе уважения. Почему же наши власти так похабно позволяют себе их использовать? Татьяна Петракевич заверила, что обратилась к соответствующим обращениям к ряду народных депутатов и не только. Более того, у меня в ближайшие дни будет возможность пообщаться, я надеюсь, с министром образования или с замами министра образования. И, конечно, эту ситуацию мы проговорим. И я бы хотела узнать их мнение, официальную позицию Министерства образования по поводу вот такого видения Дня молодежи от нашего департамента образования. Городской сад тем временем постепенно приходит в упадок. И дело не только в тех безумных и бездумных мероприятиях, которые здесь устраивают наши чиновники. За ним просто не следят. Газоны вытоптаны, гурны срезаны, украдены, металлические решетки тоже отсутствуют. Но наши городские власти не нашли денег привести Гурсат в порядок. Предпочтя никому не нужный дешевый дискотечный китч, так сказать, в подарок молодежи. Чтобы та, видимо, училась, глядя на дешевку и думала, что так и надо.